В защиту нашего законодательства Здравствуйте дорогие туристы и друзья В защиту нашего законодательства и о вступлении в законную силу изменений к закону 114 ФЗ о порядке выезда из Российской Федерации в ЕС в Российскую Федерацию публикую мою новую статью видео статью приходите в гости, жду вас Снова здравствуйте дорогие туристы и друзья рада приветствовать вас в офисе по дозе проспекта Ленина дом 107, друг 49 офис 237 и так сегодня у нас 27 января 2024 года сегодня суббота вместо того чтобы смотреть и дать информацию одному туристу по турам Владиславу приношу извинения я вам это отправлю я немножечко отвлеклась из ситуации возникшей в связи с выходом в свет и заявлением на страницах сети об изменениях которые в общем-то затронули не только мою профессиональную репутацию но вызвало масса возмущения и гнева о некомпетенции некоторых лиц которые всеобщее обозрение выставляют недостоверную информацию и так давайте мы с вами сегодня поговорим с вашего разрешения про закон который вышел с поправками которые вступили там одни поправки вступили 11 декабря вот видите в силу вторые будут вступать в силу с февраля месяца сейчас я вам переведу чтобы вам было видно с 1 февраля и так мы сегодня будем говорить про закон который называется закон 114 ф.з. о порядке выезда из российской федерации и въезда в российскую федерацию который при связи с которым здесь сэрбор а сэрбор заключается вот чем да вышел этот закон который устанавливает определенные новые правила въезда и выезда из российской федерации ну это как бы такой злободневный вопрос который связан конечно же в большей степени он связан с упорян вообще въезда в российскую федерацию выезд из нее как российских граждан так и иностранцев для наведения в большей степени порядка потому что ну вы сами понимаете идут военные действия как-то надо более-менее ужесточить все это но этот закон как ни странно поднял буч и целую панику по следующему вопросу так как данный закон о порядке въезда и выезда из российской федерации регулирует порядок въезда и выезда то и связан с документами которые нужны для выезда и въезда в российскую федерацию конечно же здесь была такая история со сменой фамилии после замужства сегодня я вам хочу рассказать вот о чем и успокоить всех потому что это хайп непонятно на чем уже там я смотрю читаю здесь уже идут комментарии что наша раша это гаша вот странно законы выпускаются для того чтобы мы их с вами выполняли на сегодня въезд и выезд рекомментируется этим законом его вносятся поправки да вот эта редакция которая действует с первого февраля двадцать четвертого вот здесь действующая редакция если приглядеться к двум этим редакциям их сравнить то что я могу сказать давайте не будем разбирать в этом сегодняшнем ролике в целом кому он разрешен или запрещен давайте поговорим на злободневный вопрос про смену фамилии когда человек вышел замуж ну да вышел замуж женился но вышел замуж меняет свою фамилию давайте будем говорить об этом просто было сказано я считаю некомпетентной моей коллегой о том что вы должны вы не имеете права уехать за границу я хочу сказать имеют право уехать вот просто говорю имеют право уехать итак мы разбираемся с ситуацией вы собираетесь в свадебное путешествие дорогие мои у меня такие туристы были у меня почему-то каждый год летом такие туристы этим летом прошлым летом вот такое бывает потому что летом обычный сезон свадеб итак вот мы сейчас в ожидании следующего лета да поправок там больше не будет я надеюсь потому что последняя поправка идет по 22 июня вот но там уже исправлять нечего вот поэтому сейчас будем говорить про то что у нас сейчас на сегодня на сегодня и на то что будет действовать с 1 февраля по 22 июня значит что касательно смены фамилии вот давайте разбирать ситуацию вы собрали свадебное путешествие вы зарегистрировали брак в ЗАГСе и на следующий день вы вылетаете в свадебное путешествие регистрировав брак вы взяли фамилию мужа у вас происходит смена фамилии на смену и замену российского паспорта на это государство дает 30 календарных дней то есть совершив акт бракосочетания с чем вас я искренне поздравляю вы взяли фамилию мужа сделали большую глупость но это шутка я не склонна брать фамилию мужа поэтому это я уже пошутила не ну вы взяли фамилию мужа как в общем-то у нас принято в нашей стране хотя в последнее время уже это и не принято а раньше было принято повсеместно вы взяли фамилию мужа и соответственно а вы собрались сразу в свадебное путешествие причем это свадебное путешествие вы уже купили заранее у меня например вот то есть вы готовитесь к свадьбе вы покупаете заранее тур и вот допустим выйдет замуж вы там на второй или третий день после всех церемоний ЗАГС и ресторан и торжества улетаете на Мальдив например а может быть в Египет а может быть в Турцию ну неизвестно куда но в момент бракосочетания вы объявили что вы меняете фамилию берете фамилию мужа соответственно изменение фамилии вашей на новую влечет за собой изменение всех документов но государство понимает то что такого не бывает что вот все и завтра сегодня был в субботу вот допустим сегодня в субботу 27-го вы расписались а завтра ваш паспорт уже недействителен российский мы сейчас говорим загранный российский паспорт на переоформление этого паспорта дает государство 30 дней 30 дней оно дает слушайте ну так неудобно 30 дней оно дает поэтому мы смело сейчас секундочку я здесь еще на зарядке сижу поэтому чтобы не прерывать съемку я вам здесь ой господи включу на это государство дает 30 дней об этом сказано во многих источниках вот в частности на МВД России да вот ну пусть там какого-то Нижнетагильского но не важно нужно ли менять загранпаспорт при смене фамилии нужно если собираетесь ездить в страны для выезда которых требуется загран но сначала необходимо заменить российский паспорт если вы этого еще не сделали подайте заявление в течение 30 дней после смены личных данных если подать позже возможен штраф не возможен а штраф будет с новым российским паспортом подайте заявление на замену загранпаспорта ну вот и дальше значит подайте заявление что будет если загранпаспорт не менять на зонах контроля при пересечении границ российской границ российский паспорт не потребуется если въезд в другую страну для граждан открыт по загранпаспорту поэтому после смены фамилии вы можете сами читать это люди продолжают ездить со старыми загранпаспортами до конца срока действия но вот до конца срока действия уже не действуют но никто не может вот дальше они же оговаривают но никто не может дать гарантии что по какой-то причине на таможенном или паспортном контроле попросить показать ваш российский паспорт ого вот это уже важно и дальше мы возвращаемся уже к постановлению да давайте смотреть постановление выезд из российской федерации и въезд российской федерации граждане российской федерации осуществляют на основании действующих документов удостоверяющих личность за пределами российской а в случаях установленных международным договором по паспорту гражданина российской федерации удостоверяющим личность либо по свидетельству о рождении порядок оформления и выдачи и изъятия таких документов определяется настоящим федеральным законом на основании которого весь сэрбор федеральный закон о порядке въезда и выезда из Российской Федерации. Итак, какие новшества ввели этим законом, который действует сейчас уже с 11 декабря по 2 февраля, и дальше будет по 31, а дальше идет, соответственно, с 11 по 31, и с 1 вступит в силу по 22. Итак, этим законом добавили статью 8.1.1. Ее не было в предыдущей редакции, она появилась только сейчас, а ее не было. Итак, по этой статье, давайте посмотрим, так, предыдущая редакция, что мы сделать надо, так, будущее, перейти к редакции, перейти к редакции, но не будем переходить к редакции, так, что они, так, и так, что они сделали. Они внесли пункт 8, 8 был паспорт, пункт 8, паспорт оформляется к жетамину российской федерации, по его письменному заявлению. Это про паспорт, который, иностранный паспорт, загранпаспорт. Они вот этому 8 пункту добавили статью, к статье 8 добавили пункт 8.1. Основание недействительности паспорта, дипломатического паспорта или служебного паспорта. Вот уже появилось основание, значит, так, по российскому, то есть сменив фамилию, зарегистрировав правок, вы имеете право заменить российский паспорт в течение 30 дней. В течение 30 дней российский паспорт действует. Соответственно, действует и загранпаспорт. То есть вылететь вы в течение этих 30 дней после регистрации по старому загранпаспорту имеете полное основание. Говорить о том, что там таможенники, что-то вам там остановят, они не имеют на это никаких оснований. А вот если вы полетите уже после 30 дней, когда срок действия вашего паспорта российского закончится, то автоматически заканчивается срок действия загранпаспорта. Срок действия его не заканчивается, но он становится недействительным. на основании статьи 8.1 основания недействительности паспорта дипломатического служебного паспорта. Паспорт здесь имеется в виду загранпаспорт, потому что в другом случае это пишется внутригражданский паспорт, по-моему, насколько я помню формулировку. И вот одним из этих пунктов статьи 8.1.1 идет изменение основания недействительности паспорта дипломатического служебного паспорта. Является изменение владельцем паспорта дипломатического служебного установленного порядка фамилии, имени, отчества. Понятно? Все очень просто. Так что, дорогие мои, вроде бы все рассказала, что хотела. Смело можете покупать и бронировать свои свадебные путешествия. И поэтому разговоры о том, что нельзя полететь, сменив, и надо там ждать 35 дней, вот тогда точно надо сначала сменить, если вы будете ждать, а потом уже лететь. То есть сейчас закон строго ограничивает именно тех людей. У меня были такие туристки. У меня были туристки в самом первом году моей работы. Они оформляли летом тоже с выездом, зимой, но неважно. И вот она мне тогда, кстати, сказала, что я езжу за грамм паспорта, потому что срок действия его не закончился. Люди не хотят платить лишние пошлины и взносы. Только теперь этим законом просто упорядываючи внесли правила, которые ограничивают вот такие бесконечные. То есть человек уже вышел замуж 5 лет назад и до сих пор ездит, потому что за грамм паспорт 10. Такого не бывает, дорогие мои. Извините. Здесь идет изменение владельцам паспорта, в установленном порядке фамилии, имени, отчества. Вы изменили? Будьте добры, измените документ. Он, ну, получается, что он будет ограничивать, придя на таможню со старым паспортом по истечении срока 30 дней, я так считаю, потому что 30 дней есть на российский паспорт. Нигде, нигде, нет, ограничению. Так, вот госуслуги открываем. Вот смотрите, на госуслугах что написано. Какие документы заменить после заключения брака? Если новая фамилия, поменяйте. Российский паспорт в течение 30 дней. Загран срок его не установлен. Не установлен, но это потому, что они не могут вас обязать поменять этот загран паспорт. Понимаете, может, он нахрен вам больше не нужен. Я прошу прощения. Поэтому так и пишется. Срок не установлен. То есть вы хотите, меняете. Вы хотите, не меняете. Но ваш загран паспорт по истечении 30 дней автоматически становится недействительным в соответствии с этим новым законом, с этой новой редакцией. Основание недействительности паспорта. Если в установленном порядке вы изменили фамилию и имя отчество. Понятно? Ну, надеюсь, хватит уже. В свою очередь приношу большое извинение Владиславе, которое я не предоставила сегодня сведения для того, чтобы она выбрала себе тур. Но поверьте, может быть, вам эта информация будет тоже актуальна и полезна. Посмотрите, пожалуйста. Всего хорошего, доброго вам дня. Вот так вот бывает. А разобрав эту статью, нашла в самом постановлении про 6 месяцев. Почему он недействительный в течение 6 месяцев становится? Об этом говорится в пункте 2. Под пункте 2 вы там прочитаете. Говорю быстро, потому что записываю на диктофон. По всем основаниям, которые здесь перечислены. Ну и таким образом, дорогие друзья, свадебное путешествие. Приезжайте смело. Покупайте заранее, бронируйте, и все будет хорошо. Все, я вам рассказала. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok